МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необычный урок в школе Квантум. Учат китайский язык. Для этого даже установили телемост между двумя странами. В интерактивной форме около 500 учеников осваивали язык Поднебесный. У нас есть очень много учителей, которые работают удалённо, чтобы учить русскоговорящих детей китайскому языку. Обмен практиками, установление крепких международных связей. Такие занятия прошли в шести округах Московской области, рассказывает директор школы Квантум Оксана Кляпка. Она и сама недавно побывала в Китае с рабочей поездкой. Сегодня принимает гостей на своей территории. С точки зрения коммуникации, с точки зрения образовательных ресурсов это очень важный шаг, потому что у детей есть возможность прикоснуться к другой культуре, возможность коммуницировать с носителями и, может быть, кого-то заинтересует Китай как источник вдохновения. Такие умные каникулы детям пришлись по душе. Ученику шестого класса Марку Закарадзе больше всего понравилось отгадывать карточки со словами. Это было очень интересно из-за того, что у нас мало кто преподает в нашей школе. По-моему, даже кружка нет такого у нас. После урока – экскурсия по Звенигороду. Иностранную делегацию провели по самым интересным достопримечательностям города. Языковой и культурный обмен можно считать успешным. Тем более, прямо сейчас один из учителей школы Квантум находится в Поднебесной, где уже китайским детям преподает русский язык. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.